Примерно треть пациентов обращаются к лор-врачам ВИДНОВСКОЙ детской поликлиники с жалобами на боль в ухе и проблемами со слухом. И здесь, уверяют медики, крайне важно найти первопричину недуга. Пресловутые аденоиды, к примеру, легко могут привести к снижению остроты слуха и даже глухоте. Если аденоиды большие, тут и накапливается жидкость в барабанной полости, что является частой причиной снижения слуха, то здесь, конечно, лечение должно быть оперативное. Небольшие аденоиды, они все-таки подвергают следующие за ним тубоатиты, они хорошо лечатся. Уже несколько лет маленькая Настя Скирда вместе с мамой Надеждой борются с частыми отитами. Сейчас врач ставит девочке аденоиды третьей степени и советует подумать об удалении, пока проблема не коснулась остроты слуха. Мама меня каждый день лечила, она мне лекарства давала, а теперь свое лекарство дает. Лекарства вкусные? Горькие. Горькие? Но ты все напила? Да. В прошлый раз делали продувание, сейчас говорят, не надо. Ну, то есть вот так вот контролируем. Пытались тянуть, думали, что как-то подрастет, носик будет побольше, дышать будет получше. Но, к сожалению, да, в ее случае на ушке осложнение, поэтому придется все-таки удалять. Болезненные ощущения в ушах часто бывают следствием перенесенного респираторного заболевания, в том числе и коронавируса, уверяют медики. По статистике, до 85% отитов возникает у детей младше 6 лет. И в таких случаях не стоит заниматься самолечением. Начиная с декабря, несколько детишек с очень серьезными отитами, с осложнениями, то есть осложнения на уже, на сосисовидный отросток идет, мастеидит. И уже мы, по-моему, двое или трое детишек у нас проапелированы. Ушки надо смотреть, потому что отиты разные. Медики предупреждают и о том, что любые лечебные и профилактические мероприятия нужно выполнять только по рекомендации и после консультации со специалистом. Некоторые родители очень увлеклись частыми промываниями носа. При неправильном промывании носа промывная жидкость очень часто попадает в слуховые трубы, ну то есть вместе с микроорганизмами. И тогда тоже способствует возникновению отитов. Не стоит забывать и о регулярном прохождении диспансеризации. Кабинет лор-врача в Витнамской детской поликлинике оборудован всей необходимой диагностической техникой, чтобы вовремя выявить проблему и приступить к лечению. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. ВИДНОЭТВ